Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о самых плохих товарах из магазина Светофор, по отзывам других покупателей, но и также по моему собственному опыту. Вот такой сублимерный кофе ничем не отличается от других кофейных напитков этой ценовой категории, не обладает ярко выраженным кофейным вкусом, больше похож на водичку. Лично мне не понравился, потому что я предпочитаю более насыщенные кофейные ароматы и вкусы, поэтому этот кофе я больше покупать никогда не буду. Довелось мне один раз попробовать чипсы за 80 рублей, вот такая большая упаковка. Честно говоря, я любитель чипсов, люблю похрустеть чем-нибудь солененьким, но эти чипсы мне совсем не приглянулись. Конечно, у них из плюсов это большая упаковка и цена бюджетная, но по составу они не очень хорошие, они очень твердые и именно вкусовые ощущения у них не очень приятные. Поэтому да, несмотря на то, что их вообще брать не стоит, так как это не полезный продукт, но даже если вы любите похрустеть, то лучше тоже не берите. И еще раз мы с вами поговорим про те самые шпроты за 30 рублей. Это самые бюджетные шпроты, которые я видела и купила я их примерно года три назад, когда только магазины светофор открывались. И какое было мое удивление, когда при вскрытии баночки я увидела шпроты рыбки с головой. Я сначала в магазине не заметила, что была на упаковке эта надпись, что там рыбки будут с головой. Но, как говорится, читаю все этикетки внимательно, поэтому тоже не советую. Это не тянет на нормальные шпроты. Лапша быстрого приготовления тоже не входит в разряд полезных продуктов, но периодически хочется чего-то такого вредного. Но и эта лапша под названием вот эта да не заслуживает нашего с вами внимания. Слишком она твердая, грубая. Мне не понравилось. Да и состав специй тут не очень подходящий. Большая упаковка капучино под названием Good Day. Капучино порционные. 20 пакетиков порционных находятся в этой большой упаковке. Несмотря на то, что обладают неплохим вкусом, судя по отзывам других покупателей, но состав тут хромает. Посмотрите, какое большое содержание ешек, регуляторов кислотности, стабилизаторов. Поэтому этот продукт не полезный. На вермишеле быстрого приготовления со вкусом курицы фирмы вот это да за 5 рублей. Отзывы не очень хорошие. Вы можете видеть их на экране. Ну и вообще я хочу сказать, что в принципе вермишель быстрого приготовления, будь то Роллтоны, Дошираки, либо другие фирмы, они все вредны для здоровья. И мы с вами к тевтелям рыбным в томатном соусе. Данные тевтельки идут с перловкой. Состав в принципе неплохой. В самой баночке находятся 4 тевтельки. Они плотные. Содержится много перловки самой и большое количество данного томатного сока. По вкусу есть можно, но я как не любитель подобных консерв, моя душа их не приняла. Печени Ментая и печени Трински по-мурмански зрители не в восторге. Как говорится, пишут, что редкостная гадость. Очень просто, очень много комментариев было о данных комплектах постельного белья из полиса Тина. Я вам советую поставить видео на паузу и просто почитать каждый комментарий, потому что девочки пишут очень все толково, описывают все недостатки, все нюансы данного постельного белья. И комментариев было очень-очень много. Но сошлись во мнении, что все-таки не лучшего качества данное постельное белье. Ну и вот второй вид консервы от производителя хозяина Балтики. Это скумбрия. Несмотря на то, что состав, в принципе, неплохой, но рыба изготовлена из перемороженного сырья. И, как видите, отзывы не очень хорошие. Рыба пересоленная, сухая и соотношение воды и рыбы тут практически одинаковое. Если у вас попадались какие-то и другие консервы от этого производителя плохого качества, пожалуйста, напишите в комментариях, действительно ли они такие плохие или это просто такая партия попалась. Восемь вызывает вот эта говяжья тушенка, которая называется кусковая. Во-первых, ее цена в 21 рубль, а также и состав. На первом месте среди компонентов стоит соевый белок, вода, жир, а говядина всего лишь на четвертом. И дополнительно очень много консервантов. У меня такая баночка стоит на очереди для того, чтобы ее открыть. Так что в следующих видео мы заглянем все-таки вовнутрь. Недавно в продаже у нас появилась вот эта говядина тушеная особая. Причем в больших баночках и в маленьких. И это производитель Калининградская область, ООО «Универсал Трейдинг Балтика». По составу мне сразу тушенка не очень, честно говоря, понравилась, потому что там и куриное мясо механическое обвалки, то есть там, скорее всего, будут и мелкие косточки. Также свиная шкурка, жир, но и много всего подозрительного. Но и судя по отзывам других покупателей, да, эта тушенка не очень. Эта варенка, точнее продукт под вареную сгущенку, очень сильно разочаровал. Отзывы плохие, пишут, что жидкая консистенция, неприятный вкус. И я даже нашла вам фотографии того, как выглядит содержимое баночек. Состав у нее, конечно, специфический. Очень много дополнительных ненужных добавок. А если вы покупали, пожалуйста, напишите свое мнение. Мне нравится вам такой продукт или нет. Изначально вот этот кисель, пакетированный от производителя «Солнечный остров», входил у меня в любимчиках, потому что очень удобно было заваривать его. Кружку засыпал, залил кипятком и все удобно, хорошо и тем более был вкусный. Но потом меня все-таки начала смущать надпись на упаковке, что входящий в состав краситель может оказывать неблаготворное влияние на психическое и нервное развитие ребенка. Поэтому от этого киселя я полностью отказалась. Как-то лишний раз ребенка травить не хочется. Но хотя кисель был вкусный. Свинина рубленая тушеная за 43 рубля тоже не балует нас своими положительными отзывами. Говорят, что консистенция похожа на фаршеобразную и по вкусу не очень хорошая. Также мне встречались комментарии, что и животные эту тушенку есть не хотели. В разряд антипокупок лично для меня попадает шпротный паштет. Вот таким образом он выглядит в баночке. Но совершенно не вызывает он у меня никакого аппетита. Я не хочу это намазывать на хлеб и не хочу это употреблять вовнутрь. Тем более меня смущает, что в некоторых баночках возможно попадаются косточки и даже рыбьи глаза. Поэтому, несмотря на некоторые положительные комментарии, покупать этот паштет я точно не буду. Мясо цыплят производства Калининграда за 28 рублей. Я покупала, проверяла. И вот такое количество мелких косточек содержалось в этой тушенке. Ну а внутри также было большое количество жидкости. Мясо по вкусу было неплохое. Но, однако, вот это большое количество костей меня смущает. Так, про сухие сливки. Мы с вами однозначно решили, что их покупать нельзя. Потому что они очень плохого качества. Состав не натуральный. Поэтому даже отзывы искать не стала. Вы все сами прекрасно знаете. Эти сливки мы с вами не берем. Не советую брать вот этот растительный спред. Потому что тут содержится заменитель молочного жира, пальмовое масло. Но цена сама говорит за себя. И второй представитель кофейных напитков за 100 рублей. Это кофе Prato. Он сублимированный. Но тоже я его больше покупать не буду. Хотя попробовала. Не обладает той насыщенной ноткой, которую хотелось бы мне видеть. В качестве кофейного напитка, и кто любит побаловаться легким таким ароматом, то возможно и да. Но лично для меня этот кофе не подошел. Йогуртные продукты от фирмы Fruities. Мы тоже с вами пробовали, тестировали. Стоят они 26 рублей за спаечку из 4 стаканчиков. Обычный йогуртный продукт. Конечно, это не натуральный йогурт. Есть тут и красители, ароматизаторы. По консистенции он мне показался более такой желатинистый. Но по вкусу был приятный. А как говорится, покупать или нет, это уже дело каждого человека. И, друзья, если вы, мой постоянный зритель, смотрите меня уже несколько лет, то могли помнить, что я очень сильно нахваливала молоко от фирмы Пущинские луга. И действительно, это молоко было хорошего качества. Оно было приятное на вкус. Внешне было похоже на молоко. Но то, что продается сейчас под этой же фирмой, в этой же коробке, это совершенно не молоко. У меня были подозрения, что различаются, может, какие-то партии. В каких-то производителях я встречала, что бывают партии, например, молоко из цельного молока. Другая партия разновидность, например, из молока сухого, то есть молоко восстановленное. Но тут в составе нормализованное молоко, то есть должно быть все нормальным. Но по факту, что в этой коробке, это далеко не молоко. И сейчас я вам покажу поближе. Я не знаю, насколько камера передаст вам оттенок, но даже потому, как оно наливается, и имея сероватый такой оттенок, такое ощущение, что это молоко из сухого молока, извиняюсь за тавтологию, которое разведено водой. И такой момент, что когда я готовлю кашки, я заметила, что на следующий день после варки отходит прям слой воды именно в каше. И видно, что нормально молоко так себя вести не будет. Вывод один. Больше покупать я этого производителя не буду. Очень жаль, что он показывает себя с плохой стороны. И да, это даже не претензия к магазину светофор, потому что это же молоко, я видела, продавалось у нас и в пятерочке. Просто обратите внимание, что качество этого молочка, этого производителя ухудшилось. Ну что, друзья, как вам эта подборка? Надеюсь, это видео для вас было полезным. Если это так, поддерживайте пальчиком вверх. А также пишите в комментариях, какие товары из магазина светофора вы больше не будете покупать. Что вам не понравилось. Буду очень признательна за ваш опыт. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока!